всем привет дорогие друзья продолжаем проходить дред геа в общем-то в комментариях почитал немножко возможно здесь в сухом доке можно будет хранить да вот здесь от типа всякие различные ресторана именно конкретно нажимать на них и типа загружать прямо сюда будем сюда загружать 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 позволяет хранить там две удочки а как вообще расширять это тут все или хоть новый корабль что ли покупать потому что если мы сейчас будем все это расширять 4 ячейки для сети но это очень много места займет то есть у нас не останется места для ловли рыбы в принципе ведь улучшение за 100 долларов хоть его доски нужны два металлолома и тип это дополнительные двигатели то есть получается можно три двигателя быть сюда впаять вот тут два у так типа 1 2 и 3 ладно пока ничего не понятно по заданиям чё надо смотреть на на получается по поручениям нам нужно плыть получается вот сюда штурмовые соли ночи по идее должны доплыть 6 до утра поэтому давайте отчаливаем фонарик нам не нужен и просто плывем кстати дать пробуем на же новую удочку есть попробуем поймать да смотрите-ка можно ловить рыбку теперь надо мы ей могли до этого ловить так как тут на самом деле не удобно все ну да ладно пока вроде справляемся это либо вообще дорогая интересно или нет так запасы истощены так 10 часов утра на самом деле уже так давайте посмотрим что это плавучий буй служит ориентиром для безопасного прохода среди скалы других преград и вот узкого свечения также позволяет на секунду выдохнуть в пугающем браке ночи а вот для чего не нужны то есть короче когда мы в ахуе или в трихуя мы просто поплавим к этому бую и все так там же вот так по прямой плыть да правильно вообще нет то есть надо оплыть этот остров пусть как найти землю но по идее мы должны успеть до ночи но мы 6 утра встали поэтому все нормально давайте назначу сюда спешку будем ей пользоваться немножко периодически видимо раз старуха с маяка сказала что это какая-то такая типа технология очень странно и интересно что она была на ком-то суде ее знакомого там или чуть такое я думаю так хочу в табе появилась каюта энциклопедия а то что мы рыб поймали я понял так мы почти приплыли да да конечно почти приплыли половину пути только сделали за пять часов это понимаю на он прямо сюда до максимума не хочу тестировать что будет эти время вроде не ускоряется когда мы так плывем или ускоряется так ну все мы безопасной зоне нам витчу да но вообще нет но давайте зайдем типа почему бы почему бы не зайти сюда просто смотрим что здесь а здесь мой трюк рыба свежая 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 короче здесь ничего нет я понял отчаливаем и плывем куда нужно так него вот туда вообще здесь какой-то видимо порт на котором мы сможем корабли как-то возможно делать да так а давайте-ка мы лампочки включим хотя если мы поменяем на этот самый ламп о лампочки остаются хорошо из одного из покосившихся домов неподалеку выходит старик и коваляет к вам о приветствую здесь не так уж часто бывают гости что тебе нужно кажется опасным почему эти живете да я остался здесь когда-то давно из чистого упрямства попробуйте говоря в последнее время я уже не так уверен в своем решении здесь я был счастлив и очень долго мы с женой так прекрасно жили душа в душу пока не случился обвал а теперь я один и меня отрезало от суши и моря со всех сторон от них шатающиеся скалы я помогу вам добраться до ингфела не все так просто мой брат никогда бы видишь ли раньше я жил в ингфеле с братом он тогда был китобоем мы не ладили часто ссорились в основном из-за наследства родителей молодые были в самом расцвете лет когда творят глупости когда мы женой решили переехать сюда я забрал с собой фамильный герб украл его у брата а теперь после стольких лет я не могу вернуться без герба тогда почему его не вернете а я тебе еще раз говорю не все так просто после обвала та тварь утащила обломки из домов свои поганые норы среди них и был герб знаю сейчас же надежды мало но если вдруг найдешь его это большой герб из китового уса я буду безмерно благодарен поищу спасибо но только будь осторожней прошу подожди нам тут еще снова здравствуй а как мерчить из завала возле ска эти камни без ручатки вряд ли сдвинешь было время мой брат в инкфиле делал такую для охоты на китов они ее использовали страшная штука но теперь когда китов не осталось вряд ли он до сих пор этим промышляет что ты еще хочешь узнать так ну фамильный герб это понятно она постоянно рыщет в проходах между скал ну и логово где-то в центре возле большого водопада и отметил тубус на твоей карте возможно тебя получится там поискать но если слишком хлопну не зови себе голову так значит смотрите расчистить мы эти развалины не можем да тут есть где-то где-то тут есть что-нибудь где мы можем продать рыбу то елы-палы с этим лаяк это вот тот наш да получается очень далеко давайте проверим здесь что у нас можем взаимодействовать не можем здесь только мой трюм да о там какая-то аномалия блин а получается в мой трюм все запихиваем она уже не свежая надо было сразу данная на продать да она что-то не подумал об этом что мы прям я думал что во всех здесь типа таких вот моментах есть тот самый торговец рыбой то так я там отметил мне на . на карте так это здесь она начинает туда да а мы это можем только оплывать или где-то здесь есть путь хоть что грузовая декларация на полке в каюте ночь а вот туда куда-то нашему челику страшно здесь что чуть такое бородав чутка ну а разобьем не инвентарь а блин не надо было зелененькую нажимать там мы желтую поймали да будем знать а или все на привале все так плывем быстренько а там какая-то херня за нами гонится уровень страха большой я напоролся на скалы пизда руля надо отдохнуть так рыбка это не очень хорошо давайте в мой трюм все это дело поскидываем а у нас еще и рыба из-за этого потерялась да хорошо отдохнуть а кстати на острове здесь что-то есть жительница инкфилла что такое что можно сказать о здешних скалах много лет назад эти скалы были приютом для пиратов и катрабандистов есть легенда о двух пиратских королях которые обустроили себе убежище в штормовых скалах вроде как однажды они что-то там не поделили и развязали нешуточный бой у южной стороны скал не знаю правда ли это на обломках кораблей в том районе действительно немало в итоге противники полностью уничтожили друг друга и никто так и не нашел их сокровища а сокровищем было на целое не повиситого слова состояние только вот никто не знает где их искать еще что-нибудь я могу продать свою рыбу здесь мы здесь сами ловим рыбу так что ее никто особенно не покупает но есть одна девчонка разъездной торговец у нас она обычно стоит на якоре у того края залива у нее можно купить или продать почти все что угодно или что-то отремонтировать так хорошо у того края залива я пытаюсь приготовить особое блюдо для моего партнера но с этим возникла одна проблема у нас выдержанный морской уголь считается особенным деликатесом может для кого-то он и тухлый но вы просто не умеете его готовить обычно не закапывают землю и дают им немного дойти но наша собака их постоянно выкапывает и сжирает сказать об этом я не могу иначе он мне даст пизделей может у тебя получится принести мне выдержанного морского угря ну постараюсь как-нибудь так не пока больше ничего а где могу сыпать морского угря ах да то искать их непросто как мне сказали они обитают в расселенных норах внутри скал думаю вокруг скал всех уже переловили так что возможно тебе придется заходить сами проходы между скалами а я же говорила что они выходят только по ночам да насколько мне известно днем они прячутся удачи так подожди значит удачи во первых мне фонарик пока не нужен вот там что льда получается здесь она приезжий торговец за ежей ну то есть я мог сюда рыбу продать причалить да разведной торговец эй на борту всегда рады новым людям рыбак да зуб даю мы с тобой скорость станем не разве вода хе-хе я путешествую торгую два в одном если у тебя есть рыбы на продажу я готов ее взять потом продам в следующем городе и я вожу с собой немного разного оборудования можешь посмотреть что у меня есть вдруг тебе что-то приклюнется так хорошо смотри значит мы из моего трюма начало вот это все вот это прям и вот это еще смотри теперь мы к тебе это где рыбный рынок с этой стороны понтона я скупаю любую рыбу которую захочешь продать еще тут устроена продаж ловушки для краба простая ловушка для краба так продать всю рыбу и снова в трем забираем последние две рыбы так рыбный рынок я конечно покупаю не самую свежую рыбу но если она полностью протухла то платить за нее не буду но она нормальная так вот так вот теперь надо у тебя починиться получается да подожди верь оборудование выгружаем не на все понтоны слишком уж она тяжелая по большей части но можешь подняться на борт глянуть что у меня есть на продажу так понятно у тебя плюс минус то же самое что и там да а стой 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 верь починиться ремонтировать все ну мало долларов мало а плавучим доки что прямо здесь да это еще один фонарик будет а нам нужно две доски и один металлолом да а у нас есть две доски и один металлолом металлолом есть досок нет а че еще поболтать зашел а тебе помощь не нужна помощь рыболова конечно я пытаюсь собрать сведения о том где водится каждый вид рыбы мне удалось выяснить места обитания большинства но некоторых так и не получается отследить может ты сумеешь собрать эту информацию ну попробуем сельдяного короля пеликоновидного большерота гигантского гидроцина и целиканта о бляха муха тут очень много про сельдяного короля давай длинные слабо защищенные тела так что они живут достаточно глубокой но спокойной воде в норах какие можно идти в штурмовых скалах короче все это здесь да пеликоновидные большероты обитают на самой глубокой глубине что поймать их нужно специальные снасти они охотятся в болотистых водах и прячутся в тени деревьев это гигантские гидроцины и гигантские целиканты или целиканты врача на небе денег классный квест у тебя надо все короче понятно ничего ничего здесь больше нет не все мне пора мне пора я отчаливаю надо немножко порыбачить потому что у нас с бабками вообще беда стухляк полнейший мако неплохо так запасы истощены мне кстати еще две доски нужны так что такое корпус поврежден а насколько сильно одна клетчика пострадала что ты будешь делать ну как такое еще возможно жить и быть мне нужны доски две доски здесь досок нет должны же быть так здесь металлолом видимо лежит да ну попробуем достать а не смотри-ка это компонент исследования нашли о тут кстати четко вообще так рыбку ох тут уже три да как так то что такое большая какая-то новая рыба так давай-ка мы ее сюда переместим и еще одну можем поймать ну вот поймали рыбки и запас хоть и стащились сейчас мы быстренько продадим что-нибудь так и где-то там рядышком тоже наверно сможем при ловле тралом обращаем внимание на глубину не все виды рыб или глубокие воды по 151 доллар это уже куда не шло так мне нужно компонент исследования что можем исследовать вулканные мелководные прибрежные а те глубины а вот глубинные нам то что тут сюда надо да но мы можем сейчас и двигатель получается прокачать ловушки сети пока недоступны потому что у нас их нету в принципе скорость плюс 36,8 это когда он полностью будет прокачан типа за два очка ну да получается два очка тратим и получается скорость но я решил два потому что 36,8 надо три очка хер знает где их вообще искать так чё по табу отремонтировать надо чё в каюте господи как много всего так пока это не буду короче читать энциклопедию тоже пока не буду читать грузовая декларация которую мы подобрали судно парусная яхта главный приз владелец господин михаил шульд порт штурмовые скалы шарманка из дуба купленного в магазине антиквариата в малой соли по сниженной цене вытащена с места крушения неизвестного корабля на нижней панели вырезаны буквы дж в остальном состоянии удовлетворительное не открывалась во избежание повреждения механизма необходим осмотр замочника деревянная маска этническая маска вырезанная из дерева считается что она приносит удачу здоровье богатство и дождь а также помогает с зачатием и защищает от злых духов обменена на пару носков и цепочку от карманных часов чайный сервис из 12 предметов сервис тонкостного фарфора из 6 часок и 6 блюдец приобретенную торговца с востока не использовать и банка с землей банка в которых утверждается находится земля с места падения метеорита так ладно поручение давайте так вот сделаем отчалить мы пока еще можем немножко здесь порыбачить вот за островком тут была так вот в эту херню короче нельзя врезаться помню об этом так о кстати вот эту рыбка мне нравится она такая найти типа удобная для продажи вот типа просто берешь все берешь и все и спокойно так запасы истощены может еще рыбка какая здесь есть ну конечно вообще реально теме ни пизды абсолютно не видно когда вот так вот вообще ничего абсолютно так давайте короче продаем рыбу туда вот это получается которому здесь наловили да продать всю рыбу 100 баксов нормально и отдыхаем прям тут же до рассвета и сейчас поплывем получается в южную часть штормовых скал потому что там там что то есть то есть нам прочего для всех таких скал нужно взрывчатка по идее да а чтобы взрывчатку заиметь нужно сначала кого-то короче здесь найти могут фамильный герб а почему страх а понял понял текаем а мы успели за нами подходит смотри какая собака подходит в 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 Это прям какое-то новое Новое говно Подожди, нам нужно сейчас То есть нам нужно вот так вот оплыть Короче, эта херня патрулирует Она еще и днем Прикиньте, что было бы ночью Да, интересно, как здесь люди рыбачат Так, нам вообще куда? Нам по идее сюда и сюда То есть там был проход, проезд, в смысле проплыв Там здесь вроде никого нет, а здесь что? Завал и заблоков в просветах между камней Увидишь что-то похожее на большой белый зуб Так, то есть получается Здесь мы не оплыли, нам получается Нужно вообще полностью остров оплывать Так, хорошо, давайте ускоримся Потому что уже темнеет На самом деле А вот я не понимаю, почему из этого ускорения У нас повышается уровень Сцикливости Мы здесь сможем проплыть? По идее, да Тратить заряд я не буду пока Вдруг он нам понадобится очень срочно Подожди Почему мне тебя приблизить? Она вообще поедет вот туда Вот это? Ну это не то Это детали Нам детали сейчас особо-то не горят А где? Так, вообще Подожди Стой, 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 стой И вот так вот теперь на ускорении Блять Разъебался Едьте, пожалуйста, быстрее Короче, надо с самого утра Плыть в обход именно Ёкарный бабай Давай быстрее У нас поломано, что ли Блин Туда нельзя Ооо Перегрев двигателя Что за херня нам нужно? Короче, как можно быстрее Вот к этой К этой Блестящей штуки Давайте на карту посмотрим Куда нам надо Нам надо сейчас, по идее Плыть по прямой Ну, поплыли Да, вот Давай Вот Да-да-да-да-да Конечно Ага Нам вот туда надо На светящиеся У нас движок накрылся И мы просто плывем уже По наитию То есть у нас толкающая Часть от этого осталась А вот Интересно Здесь, конечно, воды Ёпа-рыс-это Так, а то Что за бульк? В этой красной Аномалии лучше Не та самая Все Еле как Доковырял 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 О, да, конечно Так Что по починке будет? 90 баксов так давай мы зайдем тебе в плавучий док куда-нибудь не знаю вот сюда на запихнем вот так он да остаешься здесь нормас то здесь ничего нет сюда еще можно так вот готова а давайте слушайте из моего 3 мы вообще все заберём вот так вот гниль гниль это выброси нахер ты говно туда расстыгнить так все трем полностью на свободен плавучий док нам нужно сюда добавить еще этот вот один а сюда сюда детальку опять-таки доски нужны а вот сюда нужно отрез ткани на а сюда и сюда две штуки ну вот нормально все освободили уже примерно так нам нужно отдыхать нет нам нужно отдыхать прям до следующего дня потому что у нас прям там жопа размером за галактику надеюсь за каждый день типа обслуживание не берут прям самого утра сейчас надо плыть туда потому что пока пока не темно все в порядке так давайте лампы вырубаем и плывем сразу поставим спешку себе чё по табику кстати каюта энциклопедия ночью добавлено разлагающийся лосось это типа тоже считается за вид интересно мне пока не нравится что меня кошмарит эти и не задушку эту рыбу назвать мне не нравится она меня кошмар так мы прикрыли вообще по идее отсюда нам надо сейчас сюда да или нет или да он сюда смыть отплыли уже три часа прошло тут нихера мы плавать конечно так здесь что не нам пока металлолом не нужен вот что-то золотое хочу здесь все рушится какая же ты скотина блях муха плывешь за мной плыви надо быстрее на ускорение от него уйти и пока она там короче тупит собрать ту золотую херню что у нас там есть какой-то фамильный герб видимо да давай давай быстрее 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 пожалуйста лови быстрее 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 блять больно так давай здесь топуем где-нибудь короче она мне по на мать еще и ржавый навесный двигатель отключается пока мне не кошмарит пока больше один раз ударила тип нормально подожди а у меня типа у нас снова движок сломан да где-то посмотреть-то я движок сломан надо как-то по-тихому оплывать чипы защища самую малость не успел от нее уклониться то есть я нажал уже спешку ускорения это но чему хорошему это не привело так давайте на фонарь плечем и спешку там это молнии херачат чё происходит еще в этих водах здесь можем проплыть по идее можем срежем так сказать путь надеюсь здесь рыбы не будет этой если будет нам жопа давайте поймаем раз мы тут так на полке в каюте какая-то еще одна книга не инструментом там вообще сюда правильно плывем вообще да кстати хорошо ускоряемся и постараемся о кстати вот доски нам нужны надеюсь рыбы здесь не будет так об надеюсь рыбы здесь не будет этой тесто мы ее будем в концовке вообще ловить типа это самая рарная рыба которая только существует на земле кстати вот какую-то полезную штуку поймали так еще на досках все запасы истощены у нас персонаж ваху и поэтому как можно быстрее уплывая а здесь что такое а понял что здесь такое через за того что нас поднимается уровень паники мы становимся менее внимательными так скажем да конечно что движки ломаются нельзя перегревать их нельзя иначе просто на добром слое будем плыть вот сутки прошли но возвращаемся однако здрасте давайте сразу чинить получается еще 90 баксов зарабатываю прям в путь так плавучий док давайте сюда так купить за 50 долларов так дополнительная щека для ламп у нас есть щека для ламп хорошо так давайте эту доску мы сюда они там где-то не двигатели пока не пока не надо пока просто готова можем еще что-нибудь так фамильный герб это то что мы мужику поймали металлолом нам больше не нужен да получается там идем мой трюм закидываем туда тут не нужную хрень компонент для исследования сейчас мы сделаем нам нужно лампу купить видимо еще одну это делается ордена верфи да у нас сейчас треснутый фонарь да а нет замутненная линза о есть галогеновый прожектор вот нам она надо 275 долларов а это что такое интересно так исследование чем можем давайте двигатель улучшаем продолжаем так продается а это мы открываем для покупки что ли типа мы купили сюда для покупки до 26 и 3 он еще 300 баксов стоит план давайте отдыхать а чё будет если мы в таком состоянии немножко порыбачим типа я вижу что уровень паники в ахере ну типа рыбку то можем половить водный тайфун или ты рыба какая-то что происходит так ловля о океанический клювач и блин я хотел желтенькую довести еще творите со мной короче всего две штуки да я понял нужно было прям ждать до упора эту желтенькую так безумный кто-то там не заметил вы кто еще клевачи нет какой-то побольше клевать будет так подожди хамильный герб давай-ка мы все вот так вот рыбку вот так вот еще одну рыбку бы такую поймать можем хотя почему одну мы работу по краям распихаем во еще можем получается дожди получается да вот так вот типа низкие запасы там но мы больше не сможем наместить для а это что вообще если мы сюда фамильный герб то что оставлено здесь быть потеряно я понял не такого нам не надо как смотрите к уровне паники нормально теперь все с ним странно на самом деле ну ладно продаем рыбку сейчас короче этот день мы просто вам тупо ловить рыбу и продавать и подать всю рыбу 106 тормоз так пока в мой трюм закинем вот эту вот каковку нам она пока не не требуется начались все поплыли дальше здесь рыбка рассталась вечером блин там была рыбка я ее нет самая а запасы стащены ну и ладно херстов и так давайте фонарик врубаем так где-то там вот рыбка есть и там дверь и будем недалеко от берега плавать чтобы нас в случае чего рыбы не прикончила то что это вообще было херло знает так это квадратная рыба так нас квадратная рыба у нас не заладилось отношения о там что-то вот самая болтается валяется ну что это такое здесь так а то есть если мы эту про тут сюда допустим поставим эту так у нас еще две штучки можем поймать вот так вот так получается да и все по 21 12 погнали обратно ой и тут рыба что ли ли чё я прям здесь поспорту и сразу ладненько надеюсь действие сама ничего не будет так продать все рыбы 114 долларов еще нормас так на 4 мы идем на весь а и покупаем с лампочки вот эти вот галогеновый прожектор 275 долларов я думаю он будет намного лучше так а это мы продаем вот вот теперь ништяк получается да верь плавучий док но получается мы все продали берем герб и отдыхаем так сейчас мы отчалим и проверим заодно фонарик наш галогеновый или это он есть а это он и есть так он теперь светит у нас не в одну сторону а прямо перед нами да получается ну ладно если честно думал что получше то будет чтоб прям так типу бах и рыбу короче обосралась уехала да куда ты так вот эту рыбку ловим потому что нам надо так надо вот так вот на рыбку да еще ой хорошо хорошо и еще одну прям можно поймать да вот желтенькую поймали вообще шикарно пойман трофей 9310 такая трофей надо продавать им нет что не понимаю так швартуемся здесь учили когда живет так отшельник и снова здравствуй чем могу помочь это герб ты нашел его а я уж и не чаял когда-нибудь мог увидеть наши сокровища а теперь придется мне еще раз тебя просить не мог бы ты отвезти его моему брату в инкфил скажи скажи ему что его брат ужасно сожалеет и хотел бы вернуться домой да без б отчерить только мы сначала съедим рыб продадим пока она свежая давайте прочитаем что я могу делать с трофеями вообще взять я так понимаю это просто как трофей типа ничего с ним делать нельзя наверно я не сейчас на чертова знает так не доводим до самого последнего двигатель нам нужен в целости и сохранности сейчас подаем рыбу и летим в этот инкфил получается подачи рыбу что 15 долларов армаз инкфил это вот это вот да почему так боится то все так старый китобой тебе что-то нужно кажется это герб той семьи о боги я не видел его вот уже то есть он и правда его забрал так я и знал ваш брат просит прощения вы позвольте ему вернуться домой на это лучше когда он ушел я не уверен что понимал что делаю ладно хорошо он может пожить моей старой мастерской хотя бы первое время но сначала мне нужно там прибраться а пока я буду этим заниматься может ты поможешь мне кое с чем этот пытался расчистить обвалы в проходах между скалами что можно было не плыть в обход взрывчаткой расчистить я смог установить заряды но в тот день на скалах было особенно неспокойно так что я не рискнул еще и подрывать в них что то тебе всего лишь надо добраться туда и взорвать заряды это недалеко и отметил место желтыми флагами не пропустишь что-то еще а юго-восток так мы видели же эту арку получается да мы получается эту арку видели и на карте прямо на вот ну да она здесь не крю точно и точно видели там еще этот монстр когда приплыл я в ахере поспешно оттуда собственно свалил давайте тогда получается наловим рыбки знак так окончании этого дня получается так надо запомнить что эти по две штучки да а чё желтый не будет здесь ладно а вот будет пока что нет как так-то получилось я не согласен я же нажал желтый вовремя там типа прям две одновременно было и желтая и зеленая прям так разом бах а мне не дали редкую рубежку это неблагодарное скотину запасы стащились а чё больше рыбы здесь технике на мне не нравится то что тут этот аномалия постоянно все время кажется как будто там это самое почта ты рыба эти сюрприз подарок для моего самого любимого покупателя дружи пусть она будет у тебя искусство красноречия так мы подаем тебе всю рыбу подожди искусство красноречия нам видимо тогда получается нажать ее прочитать поручение подорвать взрывчатку сообщение 9 сентября 27 года он все еще отказывается брать меня на борт когда выходит ловить рыбу считает что мне будет скучно или что команда поведет неподобающих возможно я слишком много весны на нем ему тоже нужны надо побыть одному я все понимаю но мне просто не выноси по скучно дома когда его нет недавно он установил на корабль оборудование для поднятия и осмотра обломков вдруг мы поднимемся на какие-то сокровища не так не терпится начать надо уговорить его чтобы он и мне дал поработать энциклопедия потом конец энциклопедия мы сами почитаем обнаружено 17 из 128 шикарно на этом собственно закончим всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии хлистайте рыбой по колокольчику чтобы не пропустить новые видео до завтра дальше интереснее всем спасибо за просмотр!